Принятие указа губернатора используется 507-м постановлением правительства Красноярского края об адресной материальной помощи. Мы сразу же принимали заявление от членов семьи мобилизованных, потому что были проблемы с их сбором, и поэтому мы всем, кому по данному постановлению было возможно, оказали адресную материальную помощь. Таковых оказалось 25 членов семьи участников СВО на сумму 116 тысяч рублей. Единовременная материальная помощь по 5 тысяч рублей назначена членом семьи 70 участников специальной военной операции на 146 человек на сумму 730 тысяч рублей. Проведен анализ на получение детских пособий на детей мобилизованных граждан. Дело в том, что некоторым на пособие от 3 до 7 лет было отказано в связи с превышением дохода, но вы знаете, что было принято постановление правительства Российской Федерации, и все ограничения были сняты, поэтому на сегодня дети от 3 до 7 лет мобилизованных, все получают это пособие. Далее оказано было содействие в сборе документов по ежемесячной выплате в связи с рождением третьего ребенка. Всего к нам обратилось 11 человек, было оформлено пособие на ребенка двум человекам, жилищная субсидия предоставлена двум человекам, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка один человек, поставлено на очередь на субсидию документов лечения два человека, назначена государственная социальная помощь, социальное пособие один человек, далее решен вопрос по оплате жилищно-коммунальных услуг, и сняты ограничения по получению субсидий и льгот, в связи с тем, что есть небольшая задолженность два человека. Кроме того, были восстановлены две выплаты по оплате коммунальных платежей, в частности, родители мобилизованы. Далее проведен анализ наличия права на выплату на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в случае недопреставления места в дом во внечередном порядке. В нашем городе очередности нет, поэтому такая выплата никому не предоставляется. Приняты и направлены в Министерство социальной политики Краснодарского края 10 пакетов документов на выплату компенсации за равение в размере от 300 до 500 тысяч рублей, назначена адресная материальная помощь от денег в категориях граждан в размере 15 тысяч рублей, 7 участников специальной военной операции таковую получили, назначена адресная материальная помощь родителям двух погибших участников СОО, по 3 тысячи каждому родителю, назначена ежемесячная денежная выплата детям погибших военнослужащих, один ребенок у нас такового получает, и оказана помощь в сборе документов на выплату 1 миллиона рублей семьям погибших участников, это из губернаторского фонда. Всего 7 таких семей у нас, но 2 это город, 5 это район в отношении 15 человек. Очень тесно мы устанавливаем взаимодействие со всеми службами города в Сочи, раздавая никаких вопросов, звоним, снимаем их, и мне нравится, как мы стали работать в центральной районной больнице, потому что консультируя раненых, членов семей погибших военнослужащих, мы отправляем их сразу же туда, и старший медсестра поликлиники нашей предлагает и раненым, и членам семей, у нас есть такие случаи, мы уже отправляем в госпиталь ветеранов войны, где они проходят и психологическую, и медицинскую помощь, такую, какую необходимость. У нас в администрации продолжает работать штаб, состав которого входит 17 кураторов. Сегодня мы осуществляем патронаж за 114 семьями. Это семьи не только мобилизованных, но и семьи призванных контрактников, добровольцев, офицеров, а также семьи тех военнослужащих, которые были призваны с других территорий, но и семьи в настоящее время проживают на территории города. Необходимо сказать, что выстроенное наше взаимодействие с органами социальной защиты, с комплексным центром, с районной больницей позволяет своевременно оказывать помощь в решении социальных и годовых проблем и выявлять такие семьи. Для каждой семьи у нас разработан социальный паспорт, что позволяет максимально индивидуально и адресно оказывать необходимую социальную, правовую, медицинскую помощь и их сопровождение. В учреждениях образования 57 детей школьного возраста семьи участников специальной операции получают бесплатное горячее питание в школе. 35 человек освобождены за посещение детского сада. 6 детей, которые посещают 16 кружков, освобождены от платы за посещение кружков дошкольных образовательных учреждений. 49 детей школьного возраста включены в дополнительное образование, учреждения сферы образования, культуры, спорта и посещают их бесплатно. В предстоящем летнем сезоне мы запланировали вовлечение детей в семье участников специальной военной операции в работу трудовых отрядов старшеклассников. Продолжают работу волонтеры движения «Вместе», которые адресно помогают семьям участников специальной военной операции. О работе в целом, как нашего штаба по поддержке семьи, в своем отчете глава города говорил, до этого мы также на комиссии проговаривали, какая работа была сделана в этом году. За 2,5 месяца этого года выполнена волонтерами 21 заявка по решению проблем метрового характера. Как правило, это работы в домах частного сектора. Это уборка снега, очистка ограды, крыши, складирование мобуля, подвозь воды. Вместе с тем волонтеры у нас занимаются сбором университетной помощи, изготовлением окопных свечей и поздравляем имбилизованных праздников. В прошлом году праздником кураторы штаба вручали сильным военнослужащим поздравления главу города, как с Днем народного единства, приглашения и поздравления в Днем матери, приглашения для участия в мероприятиях, посвященных Днюю города, новогодние поздравления губернатора края, главы города и сладкие новогодние подарки. В этом году традиция была продолжена 23 февраля, 8 марта. Каждой семье было направлено поздравление и приглашение для участия в Днем районе. По договоренности с городскими перевозчиками продолжает действовать льгота для членов семей военнослужащих на бесплатный проезд в общественном транспорте. Льгота носит заявительный характер и сегодня ей пользуются 14 человек. Для участников специальной военной операции и членов семей предоставлены льготы на оплату жилья по специализированному найму и социальному найму. Таких семей у нас 4. Предоставлены льготы на оплату земельного налога и оленной оплаты на земли. В этом году мы вновь направили письмо в СОЭК Красноярск с предложением рассмотреть возможность предоставления еще одной партии угля для семи участников специальной военной операции. И на прошлой неделе 120 тонн Назаровский разрез нам выдал. с этой недели мы начали разводить Украину. Город и район. Выплаты по миллионам, да? А вот эти... Ключи смерти. Ключи смерти я про это и говорил. А вот люди, которые частные военные компании... На сегодняшний день у нас нет никаких нормативных коровных документов, хотя в правительстве Российской Федерации вопрос рассматривается, но они к нам приходят, ученики семьи, и мы смотрим руководство с 507-ым ПЭП-остановлением. Если доход семьи не превышает запредельное отцепление, например, 30 тысяч рублей на 1 дошли, мы оказываем адресную материальную помощь в размере 25 тысяч рублей. Делаю пометку сразу в акте, что это из тех ребят. Но официально пока никакая помощь им не внесла. Спасибо. Чтение. Ну еще, Львовина, вот все категории участники спецоперации или все-таки мобилизованные получают вот эти вот 5 тысяч, 6... Нет, получают уже и контактники, и мобилизованные. То есть... Да, они... Контактники обращаются в военкомат. Военкомат им дают справку единого образца, и наличие этой справки является основанием для выплаты вот этих 5 тысяч, 7600 ребенков в детском саду. То есть этот вопрос Министерство обороны и Министерство труда и социальной развитии урегулировало. Он вначале был такой. Урегулировал? Сейчас урегулировал. Потому что мы его тоже на комиссии обсуждали, поднимали, и значит... Олег Иванович, наш Бейс, задавал даже нашему министру этот вопрос на уровне краевой ЛТС. И вот он сейчас решен. То есть контактники и вот, когда справка в военкомат, приходят к нам и получают все выплаты. Мы сказали, частному сектору подвозить туда выделим разрез на городские. Я так... Насколько знаю, что там СЛЭК вроде бы не выделял. СЛЭКом? 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 Или это кто-то из... Получение мы писали на Красноярск, на АОСУ в Красноярск. Ну, это точно СЛЭК подписали, да? Нет, нет. У меня вот есть такой вопрос, даже больше предложения. Вот мы сейчас обсуждаем. Даже в оказании медицинской помощи, когда мы столкнулись, у нас... ну, я вчера в этом говорил в СМИ, у нас есть проблема, что нет именобразия. То есть есть контрактные, есть мобилизованные, есть ЧВК Вагнер, есть Ахмад. Вот у меня вопрос такого предложения. Мы много бойцов похоронили из ЧВК Вагнера, да? Мы все это знаем, не будем цифру озвучивать, но мы с таким достаточно... Вначале наши СЛИНы не прощаются. Теперь они признаны СЛИНы с ЛИНы прощаются официально, как с этой группой, как с участниками СЛИНы. У меня вообще вот такое предложение заделось. Может быть, написать письменное обращение нашему депутату государственному рону, Виктору Великторовичу Зубову, хотя бы от нашей комиссии, от нашего госсовета, чтобы все-таки признать уже всех людей, как мы говорили, когда и о чем говорил ВНК, что все они, в принципе, там в одном окопе, и госгвардия еще, помните, вопрос поднимался, там еще отдельный... Я про что и говорю, ну а вот, допустим, эти парни, они, получается, остаются в том числе потом... Вот если вы поддержите это предложение, то проект письма я уже не готов составить, и... либо комиссии, либо... вообще госсоветом к капитату Госдумы обратиться с этим вопросом. Потому что... Хорошее предложение. Сейчас придут эти разговоры, но это письмо только как бы подтолкнет с принятием решения. Потому что тут уровень даже... Да, не ЗАГС-собрание, а уровень все-таки Госдумы. Если предложение поддержите, то мы даже на голосование ставить не будем, тогда я подготовлю проект письма. Правильно? Хорошо. Еще вопросы?